итак дорогие друзья всем привет с вами александр сегодня у нас понедельник рубрика технического анализа начнем мы сегодня именно сразу с графиков сегодня вы меня лицезреть не будете будет только screencast давайте сразу перейдем к делу на рынке опять же что-то такое сверхъестественное не происходит я объясню мы не перебиваем никакие х и не перебиваем никакие ла и мы находимся в таком подвешенном состоянии когда многих будут продолжать путать давайте по порядочку сегодня смотрим наши монетки которым и командой выбрали их разберем и соответственно вы в комментариях оставите под этим роликом свои запросы на следующий уже ролик где мы сможем рассмотреть ваши монетки в следующий раз так на сегодня у нас первый актив это wif вив смотрим его смотрим на дневном таймфрейме потому что детально смотреть пока смысла нет например давайте мы с вами вот вы кстати за шпаргалочку возьмите весь этот график а я вам сейчас увеличу сейчас вот данный диапазон чтобы вам показать видите вот этот пик который у нас сейчас образовался он у нас не перебивает предыдущий хай соответственно есть свеча не закончилась может быть следующее еще пойдет выше пробиваться будем выше все диапазоны которые вы здесь видите вы можете взять как за шпаргалку если все это дальше пойдет если эта свеча на данный момент на дневном таймфрейме нам показывает а то что ее отторговали и распродали здесь соответственно нам показывать что сил нету давайте все-таки переключимся на 5 часовик и посмотрим что у нас может быть уже с этой свечой у нас формируется фрактал для того чтобы он окончательно сформировался еще пару дней нужно подождать поэтому ничего пока сверхъестественного нет смысла здесь видите пытаться найти но диапазон коррекции в 2 долларов 20 центов вот в эту область актив прийти может после чего этот актив уже будет убираться на 285 290 и отправляться еще выше также вы можете для себя все эти шпаргалки зоны опять же повторюсь взять и зафиксировать и уже на каждой этой ступеньке предпринимать какие-то свои действия на данном этапе лучше всего было бы этому активу вернуться как я уже сказал на 208 220 скорректироваться полноценно и только потом уходить уже наверх кто в этом активе сидит свое мнение оставьте в комментариях как вы к нему относитесь что это для вас вообще такой за проект насколько он для вас важен ну и соответственно со временем и поглядим как он себя ведет и куда пойдет так смотрим следующий актив not по моему not мы смотрели еще недельки две назад давайте посмотрим что произошло у нас есть опять же если мы берем ту логику по которой я вам уже объяснял есть некая стартовая свеча которую мы должны поглотить но она фактически у нас стартует с нуля тут совсем чуть-чуть осталось тем более not это проект который подогревается и он связан очень плотно стиль граммом в общем вы понимаете что это не какой-то очередной мемкоин который могут просто утоптать на самом деле он очень хорошо держится и давайте с вами на по техническому анализу будем наблюдать какие у него есть потенциальные моменты то есть в глобальном варианте вы видели график вы можете все эти диапазоны для себя зафиксировать посмотреть и как шпаргалочку оставить теперь что нам следует здесь на что следует обратить внимание вот этот диапазон 3 0 74 3 0 77 лучше его было бы конечно удержать и перебить вот этот хай тогда бы мы когда выросли нам бы это дало понимание что все в актив начинают наконец-таки заливать он будет топиться вверх он определил свое дно и так далее и тому подобное если вдруг мы и этот диапазон не удержим и увалимся ниже на горизонте эта цель видна 305 306 вот то есть в эту область актив также может нырнуть это не будет никаким а таким противодействием или какой-то там сомнительной вещи что почему мы туда упали мы вплоть до красной линии можем пасть у нас всегда вообще в принципе на рынке есть потенциал падения всегда к нулю вы должны тоже это понимать поэтому для умных людей скажу всегда для себя примеряйте соотношение падения к росту если вы вот эти вещи все будете для себя определять и распределять то вам будет легче например если мы сейчас до самого нуля где там нас 0 вот в этой области 0 соответственно на сто процентов можем упасть и тот же значение на котором мы сейчас находимся заверяем вверх у нас также потенциал к росту сто процентов то есть мы и упасть можем на сто процентов и подняться можем на сто процентов то есть у нас сейчас если мы берем вот эти два промежутка у нас на самом деле мы находимся ровно посередине поэтому not coin если вы хотите какую-то рекомендацию мы не даем никаких финансовых советов естественно для умных людей я могу сделать подсказочку ничего в нем сейчас сделать даже если он полетит даже если что-то сейчас не произойдет из-за того что актив находится в подвешенном своем состоянии не туда не туда точнее он может и туда и туда на сто процентов отвалится ребят нечего в нем делать если вы просто фанат и хотите вложить туда 1 доллар вы можете это сделать вам естественно никто не запрещает ребят никаких финансовых советов не даем соотношение всегда смотрите потеря к прибыли и вам это будет подсказочки того как лучше всего делать по активу объемы падают ничего никакого роста сверх того не ожидается ничего нового не прибавляется да есть замедление то есть некое замедление показывает что актив может находиться в своей консолидации тире накоплений и соответственно в скором времени показать свое какое-то движение пока мы не нащупали дно от которого можем отталкиваться вот эту часть мы пока можем взять за дно но мне нужно второе поэтому ребят что-то от ноткой на ожидать только на фанатических основах если кто-то пытается сделать из него для себя какой-то ну вот хочу чтобы было и все вот это вот хочу чтобы было и все вот на этом можете базироваться можете оставить можете действовать только так никаких как ты каких-то инвесторских таких супер штук сказать нельзя так фич давайте посмотрим фич что у нас по нему чел нас что у нас по нему так смотрим да не без коррекции вот сюда желательно прийти в доллар 20 доллар 0 8 центов это было бы ребят хорошо почему потому что структура у нас здесь такая красивая мы удержали исторически вот этот диапазон в 58-80 центов это очень хорошо от него отскочили соответственно у нас сейчас потенциал того что здесь идут под волны уже определенного другого цикла то есть у нас сейчас должна быть коррекция это мы закончим двоечку вторая волна закончится вот в этом диапазоне может быть чуть чуть глубже закончится это пока не страшно указан на данный момент только один диапазон как только в эту область придем если эту область удержит рынок очень красиво и хорошо вот тогда он к уровню магниту будет идти и это будет не конечная стадия не завершения это даже может быть ребятки вот примерно вот такая картина что вы понимали как это может быть я сейчас не уговариваю что это может именно такой сценарий произойти но вот эта вся структура которая сейчас образовалась она очень хорошо описывает то что мы находимся в завершении волны 1 точнее завершение волны 2 и на старте волны 3 то есть здесь картина пока складывается очень интересно здесь лучше подождать вот данного диапазона кстати если мы сейчас вами сделаем замер с данной области вниз вот здесь соотношение получается 22 24 процента к потери но если кто-то из вас инвестор и может переждать определенные свои моменты то гарантированные моменты здесь также видны с данного уровня где мы находимся сейчас если вы действуете прям сегодня то до вот этой области 58 процентов еще выше это 86 процентов поэтому соотношение как гарантированной линии и к падению вы для себя уже посчитали поэтому думайте как вам действовать что вам делать с вашими активами рынок по чуть-чуть просыпается у него есть какие-то моменты но ребят не забывайте еще осень у нас еще есть два месяца в которых может все показаться не так сладко это октябрь и ноябрь поэтому не торопитесь все еще впереди вот это вот эти части все которые коррекции еще какие-то подъем если это все будет укладываться красиво в рамках октября-ноября очень даже хорошо потом более глобальную коррекцию следует так скажем определить и найти и после этого уже делать определенные действия поэтому рынок всегда ребят дает возможность зайти и выйти самое главное не поддаваться панике и эмоциям так вот такую картину для себя по fetch можете пока сделать скрин как шпаргалочку и смотрим следующий актив это у нас рай по хоррэю вот такая вот картина манипулятивная очень штучка на самом деле если проект ребята не утопчут сейчас мы находимся в широченной консолидации можем находиться там еще очень 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 много времени и вот таким же маршрутом можем также очень быстро уйти наверх поэтому сколько актив там будет еще стоять сколько он будет валяться что от него ожидать никто не знает ну давайте например посчитаем там где он находится сейчас до того диапазона куда он должен вернуться вот эти 37 процентов которые он даст это та часть рынка в которой он себя загнал он будет между этими частями ходить он будет ходить в нижнюю часть 40 процентов и верхнюю часть это допустим тоже 39 40 процентов то есть он опять стоит по центру сейчас своего туннеля и туда-сюда его будет колбасить поэтому здесь точно нельзя ничего делать с этим активом но если даже вдруг когда-то на слепой вашей фанатской вере например вы уйдете вот сюда наверх 500 процентов актив с данной области дать может но какая вероятность того что если даже на 5-часовике вы увидите вот такую вот вещь где вы отреагируете успеете ли вы отреагировать каждая свеча напоминаю это 5 часов 5 10 15 20 25 30 30 часов где-то вы спали где-то были в отъезде либо еще как-то где-то у вас что-то взыграет и вы не успеете выйти на самом пике понимаете поэтому в такие активы лезть не надо это вам пример того как что вообще бывает на рынке здесь вообще мы укатывались ниже поэтому ребят ничего хорошего здесь нету ничего поэтому давайте оставим это вам пример того что даже знаете мы смотрели с вами по прошлый раз какие-то монетки наши тоже неделю назад когда вот такую консолидацию коридор видеть если мы для вас его определяем и пока мы находимся в этом коридоре и вам подсказочку дам давным-давно мы смотрели с вами кардана ада наверно больше чем полгода назад когда кардана ада находилась диапазоне ниже 27 по моему центов 20 27 вот этот диапазон был определен очень долго кардана там стояла многие верили не верили но в конце концов он дорос до 78 центов там 75-80 центов и фактически дал 3 икса и никто не верил поэтому вот такие вот моменты коридоры если вдруг по вам определили я не говорю сейчас конкретно про этот актив в целом то вы можете пока мы стоим в этом в этой зоне накопления вам потом в будущем вы можете понять что пока мы здесь стоим мы аккумулируемся чтобы набрать энергию силу что пружинка потом выстрел но эти пружинки эти коридоры надо видеть на нормальных активах чтобы потом в дальнейшем вы естественно смогли не прогадать так скажем но здесь гадания никаких нет здесь просто прогноз анализ и то как это может быть так давайте теперь вот этот актив посмотрим эйрдау переключимся на дневной тайфрейм хочу посмотреть находимся мы ли сейчас в консолидации или это просто широчайный широчайший туннель в котором мы будем ходить туда-сюда и ничего мы здесь не найдем у нас есть цель достигнута мы уже первый раз приходили 12 марта так цель достигали очень хорошо так теперь смотрим глобально картину можем упасть 304 305 и подняться 2024 2026 теперь мы с вами сделаем замер с данной области где мы находимся до гарантированного подъема то есть мы сейчас актив зажат в туннеле это широкий довольно таки туннель это я бы не сказал что это консолидация но к этому значению 2017 актив прийти может и должен исторически опять же ребят это сто пятьдесят семь процентов еще выше 273 процента на что следует обратить внимание на серединное значение там где мне сейчас мышка стоит это серединное значение этого туннеля этого канала примерно вот здесь вот на эту область подтянется не знаю найдет ли в себе силы но актив показывает какую-то активность у нас в общем какая-то активность по активу есть какая-то корректная коррекция по коррекции тоже есть ничего не могу сказать по air down но потенциал снижения к полету с данной области где мы находимся сейчас и например мы возьмем самый депрессивный расклад 33 процента вниз и возьмем например первую часть это уже 59 60 процентов 2 это 160 туда куда он будет стремиться то есть соотношение ваше на данный момент составляет 33 процента к 160 процентов то есть хотя бы вот по такой по тематике по такой логике открывайте для себя график и начинаете смотреть соотношение ищите накопление ищите те уровни поддержки сопротивления куда актив исторически должен прийти ищите уровнем магнит это я разговариваю сейчас теми людьми кто все-таки уже записался и прошел верно скорее всего уже курс вы уже понимаете как вам можно мыслить и как вам можно видеть графики особенно если вы подключать какие-то дополнительные себе индикаторы или инструменты для облегчения своей задачи здесь мы смотрим в упрощенной форме для того чтобы всем было понятно какие диапазоны какие уровни мы с вами смотрим рассматриваем и по каким уровнем можем в принципе ходить так компаунд комп так его будем смотреть тоже на дневном таймфрейме на пяти часовики переключаться не буду и картина у него вот такая здесь видите какие объемчики были очень хорошие но здесь они опять пошли на спад поэтому сейчас будем разбирать что это в конце концов такое произошло так 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 меня сейчас больше всего интересует даже не вот этот зеленый уровень который у нас имеется меня пока интересует я бы даже сказал наверное вот данная область данная линия вот теперь давайте будем разбираться что же может у нас такого интересного произойти еще меня интересует меня интересует пока вот эта часть вот пока бы я для себя график разделил наверно пока на такие основы вот таким образом и теперь давайте смотреть каждый из этих этапов как мы будем проходить и что у нас в принципе здесь имеется так здесь был какой-то рост единственно радует то что мы не уходим ниже это говорит пока про коррекцию но все это говорит лишь только про коррекцию пока все смотрится хорошо она конечно уродливая неприятно некрасивая до падение может быть вот сюда еще падение быть может красный диапазон не отменяет никакого сценария никаких нарушений не будет 31 82 36 82 это диапазон экстренный 39-41 это там где мы сейчас уже можем оттолкнуться и пойти выше в данный диапазон уже кололи вот этой частью и даже с данной области у нас получается с вами есть потенциал к росту 100 процентов а потенциал к снижению хотя бы критической зоне это 23 процента и это ребята будет только начало если все будет красиво если все будет аккуратно мы не сломаем никаких моментов он конечно график такой чуть-чуть уродливенький если так можно выразиться но структуру он свою сохраняет с данной области потенциал роста гарантированно 126 процентов по техническому анализу к уровню поддержки сопротивления далее если мы смотрим какие-то такие моменты что наконец-то таки у кого-то там наступает аль сезон или еще что-то и вот этот был ран все которые ждут который еще будет возможно не так скоро как хотелось бы об этом мы не будем здесь сейчас говорить получается 120 процентов до первого раза то есть я хотел сказать что вот к этому пику мы можем прийти если туда мечтать и хотите желать 1800 процентов это 18 иксов но если быть более реалистами и более правильно и разграничить для себя актив именно по правильным диапазоном то ребят каждый из этих ступенек для вас может являться моментом легкой разгрузки я думаю умный меня услышали 124 207 процентов 327 процентов и 763 процента 7 иксов ребята вы пожалуйста для себя если ваши мысли сошлись с моими и мы с вами идем на одной волне вы можете для себя это зафиксировать для себя это разграничить показать что действительно вот на этих уровнях лучше было бы разгружаться здесь есть промежуточные также диапазоны но именно вот эта вот часть которая у нас идет от 200 долларов до 390 скорее всего ее будем пролетать очень даже активно посмотрим как поведет себя данный актив находится он на своем историческом дне относительно всего в своего графика поэтому а иметь или не иметь данный актив своем портфеле решать только вам следующий актив смотрим а из x его будем смотреть на пяти часовики но глобально мы с вами его посмотрим где он когда-либо был и где он сейчас находится то есть если вы видите этот график вы понимаете что мы находимся где это вот здесь а он был где-то вон там теперь давайте смотреть какое у нас значение сейчас и потенциал роста в будущем конечно же если все это будет так идеально 22 процента 2200 процентов 22 икса актив дать может опять же в своей перспективе для тех кто терпеливый а вот теперь давайте смотреть в последние наши части где у нас дно вот это мы думали дном потом еще раз но у нас нарисовали и если актив будет продолжать как почи рисовать нам каждый раз но все ниже 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 это для вас подсказка что рынок и актив будет расти дольше и позже не быстро поэтому каждое дно которое мы рисуем сейчас отодвигает процесс того почему я говорю что по многим монетам не будет аль сезона потому что они все щупают свои донные значения пытаются найти нащупать отыграть наконец-таки оттолкнуться но не могут этого сделать они все хуже хуже и хуже и объемы падают и так далее поэтому ребята не питайте иллюзий что завтра что-то такое произойдет и все будет станет ясно все идет структурно этапно если каждый из этих этапов показывать что мы находимся все ниже 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 но какой прыжок вы будете супер резкий ожидать никакой будет все достаточно спокойно и медленно но рынок все покажет мы смотрим на технический анализ каждую неделю поэтому и вы смотрите и смотрите эту рубрику каждый понедельник за что вам благодарность отдельный лайк подписка колокольчик делитесь роликом и нам ребят этого на самом деле будет хватать не если мы каждую неделю с вами смотрим график мы с вами смотрим ваши графики наши графики новым общем идем с вами за ручку раз в неделю будет хватать для того чтобы понять а в какой момент мы падаем не падаем где мы ищем точку разворота где лучше всего сделать свои определенные действия движения и вы просто понимаем где находится рынок не поддаваясь никакой паники несмотря за графиками каждый день да как профессионалы аналитики мы смотрим каждый день каждый час на эти графики они нам замыливают глаза мы от них устаем на самом деле если честно но для вас посмотрев раз в неделю технический анализ вы понимаете где что как и не поддаетесь панике вам на самом деле намного намного проще и легче и так что вам здесь является подсказкой видите вот этот треугольчик закрашенный манию вообще нигде не говорим даже на курсе но это есть такое понятие как сует зона сладкая зона от этой сладкой зоны у нас есть гарантия того что если мы от нее оттолкнулись и будет все красиво и хорошо то мы видим куда актив на какой гарантированный момент он может с вами отрасти наверх и уйти в общем больше то есть смотрите у нас сейчас во первых по диапазону пройдемся 10 12 центов красная зона куда может актив приземлиться 16 17 туда куда он должен пробить выше и соответственно уходить выше и финальный пока первый за заход закол это 34 31 цент вот эту область нужно пока придерживаться поэтому смотрим как на 16 17 центов актив если удариться не наберет силы будет отправляться на 10 12 центов я думаю это понятно а из x в принципе был на хороших своих высотах поэтому возможно у этого актива и есть будущее но мы с вами не гадаем что это за актив кто за ним стоит мы рассматриваем по техническому анализу как идет цена движение цены актива потенциал снижения 20 процентов потенциал к росту тоже 20 25 процентов это мы находимся между допустим сейчас красной и зеленой зоной если мы рассматриваем выше потенциал куда он прийти также должен это 140 процентов поэтому соотношение падения к росту вы уже видите у себя на экране давайте переключимся на пяти часовик посмотрим более детально какая у нас здесь есть структура если здесь вообще что-то такое интересное на ближайший момент неприятно нас конечно утопили но здесь радует здесь вообще я бы знаете обратил внимание как и в принципе по многим активам меня больше всего интересует вот эта область вот эту область я бы хотел чтобы перебили все активы которые сейчас были то есть мы кстати по мы смотрели прошлый раз bitcoin или эфир мы также подошли к зоне и развернулись обратно и плюс минус картина у всех одинаково вот мне бы хотелось чтобы вот эту область по многим активам и перебили тогда вот эту поддается не то что реструктуризация более глубокому анализу соответственно уходим выше закрепляемся все выстраивается структура вот тогда можно делать полноценные прогнозы на ближайший локальный тренд куда и как активы могут пойти пока вы ждете этих прогнозов и активы находятся вот в этих нужных приятных ценовых своих значениях абсолютно не финансовый совет вы просто для себя можете принимать какие-то также определенные взвешенные решения потому что в данной области уже есть подсказка что мы находимся действительно хороших своих донных значениях тем более вы понимаете что 13 центов что 10 центов кто-то по процентному соотношению может посчитать что там 20 процентов целых ребят вы же понимаете чисто так по инвесторский насколько это может быть глупо ловить микроценты когда можно просто сделать и забыть так я думаю умные люди меня услышали вот идем дальше идем дальше 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 и было конечно очень красиво здесь было вообще хорошо сейчас я хочу для себя кое-что посмотреть здесь вот в картина прям как на курсе вот прям маслом красота красота знающие люди вот здесь выходили отлично так то что он красивая структура ладно блюр давайте посмотрим блюр 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 на дневном таймфрейме но что это такое что вот это так вот это что такое аннулируем вот эту полностью вещь аннулируем вплоть до давайте наверно график будем смотреть правильно вот таким вот образом вот это это правильная сейчас часть графика мы нащупали кстати новое дно актив зашел в красную зону и еще раз зайти туда может и должен по техническому анализу поэтому здесь один раз были если даже актив сейчас уберется наверх он уже в эту зону пришел но хотелось бы чтобы зашел второй раз второй раз могут не дать зайти потому что зеленая зона сейчас где у нас будет развилка даст силу и актив уйдет выше если силы не даст и второй раз в этом в этот диапазон зайдем вот тогда ребята это для вас уже фактический знак фактический сигнал теперь давайте мы с вами в первую очередь линейки промеряемся соотношение падения первое у нас диапазон зеленый 15 процентов второй диапазон 55 процентов но соотношение к росту 250 процентов то есть я хотя хотя бы сегодня хочу научить вас именно мыслить моментом соотношения падения к взлету если хотя бы таким образом когда вот рынок стоит многие думают ну когда же куда же непонятно что с ним происходит а что же делать но научитесь хотя бы если у вас руки чешутся мыслить на стоячем рынке соотношение падения к росту вам это хотя бы поможет себя успокоить лучше вообще не сидите пока за рынком не смотрите и не мозольте себе глаза что у нас здесь еще видно у нас видно 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 ну да вот как сценарий нарисован ребят два сценария либо с этого диапазона после коррекции отправляемся выше либо все-таки вниз и вот этот верхний диапазон у нас остается поэтому по блюр добавить ничего больше нельзя но по соотношению понятно уже к падению и к росту вы уже понимаете насколько он и как себя покажет и показывает поэтому по блюр картина такая естественно здесь промежуточный момент есть вот в этой области также актив когда будет идти на 40 42 центов он здесь будет тормозить то есть прямого полета здесь не будет полет по-любому будет структурным частичным этапным и структурным так на дневном таймфрейме хочу на пятичасовике посмотреть последнюю часть падения где у нас была точка падения так сейчас график загрузится вот эту часть хочу посмотреть прям более детально что мы здесь интересного можем для себя найти так 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 это просто для себя хочу сделать замер да у нас восходящий тренд очень хорошо вот в это вот этот восходящий тренд нам и не надо пробивать вот эту линию пунктирную пока не нужно пробивать все идет пока хорошо нет без комментариев пока все вот как уже показал все дальше не будем копать gmx давайте посмотрим его так это у нас пятичасовик я хочу посмотреть его сначала на дневном таймфрейме так вот таким вот образом теперь получается что мы спика только падаем падаем и падаем мы только щупаем но и никак его не нащупаем все ребят полностью нисходящее движение без переломов тренда очень неприятная ситуация очень неприятная ситуация если сейчас полноценно видите вот этот вот треугольник пунктирный пустой который если мы в него сейчас выйдем наконец-таки просто с истечением временем нас просто выдавит в эту область вот тогда будем смотреть как будем подходить к этой области поэтому ребят здесь возможно на полгода актив вообще может быть заморожен просто в боковике эти ну это я сейчас так вам просто говорю о том что он не нащупал свое дно у него нету структуры восходящего тренда он идет только вниз и вот если он идет только вниз пожалуйста 18 22 доллара 2 и 5 тире 8 долларов это все может быть с данной области где мы находимся сейчас а мы уже находимся в зеленом своем диапазоне соотношение к падению 80 процентов соотношение к росту 260 процентов то есть научитесь пожалуйста брать этот инструмент и для себя делать уровни поддержки сопротивления и рисовать и в ту и в ту сторону что вы для себя видели что соотношение потенциал падения к росту это очень просто я думаю что вы можете для себя это определить побаловаться поиграться это будет интересно ребят не нащупал активно здесь заходить что-либо делать очень неблагодарное дело неприятные картины неприятны поэтому знаете если с 20 центов он может упасть еще на 25 ну вам будет больно больно и неприятно поэтому никаких финансовых советов вот две области это вам подсказка как можно действовать в два присеста вот в одном присесть и сделали во втором и все и больше ничего не нужно так дневной таймфрейм смотрим мы mask давайте весь график вот таким вот образом так структура здесь приятная объясню она красивая приятная хорошая мы вот эту часть с вами пока не рассматриваем мы ее убираем за границы и рассматриваем ту часть которая у нас укладывается в диапазон роста коррекции ну и в общем всего остального что есть в техническом анализе вот таким вот образом у нас есть глобальная волна 1 у нас есть коррекция abc в классической и манере и мы находимся в самом своем донном значении и что здесь радует ребят что здесь радует это вот этого часть вот эта часть очень сильно радует и радует то что мы вот этой вот этим заколом никуда никого не пробили никого нигде не наказали все очень красиво хорошо и аккуратно соответственно мы можем сейчас взять за определенные моменты этот актив и теперь с вами посчитать вот он находится сейчас в то есть в том в той самой области в которой можно сделать свои определенные персональные задачки у него потенциал 396 процентов соответственно занижаем эффект потому что это скорее всего будет закол на 370 давайте даже уйдем ниже вот таким вот образом 370 процентов это 33 7 x а и падение если говорить о падении то здесь максимум 50 процентов это пока не наблюдается поэтому здесь нарисован для вас один диапазон после чего уходим выше если сейчас его опять же удержим наберем силы и будем уходить дальше больше ребята потенциал очень хорош и это только начало если мы с вами сделаем вот таким вот образом то соответственно каждый из этих диапазонов и делаю замер до первого уровня 400 процентов 500 процентов и 660 процентов конечно для многих будет сказка так как рынок уже спит и уже кажется да какие ты говоришь 345 6 иксов о чем ты говоришь рынок спит он просто мертвый у нас там медвежка бычка у кого чё где и в общем все путаются ребят все идет структурно я вам рассказываю из того я негодательно к этому всему отношусь это все замеры математические расчеты того что к этим зонам когда-то актив придет только лишь потому что он должен благодаря своей структуре которую он имеет рынке сейчас понятно что многие устали что многие ждут никто вам не скажет и не даст пилюльку и скажет все ребят завтра вот так вот так вот так вот так будет поэтому относитесь по инвестор ски относитесь к этому все через spot относитесь спокойно без паники и структурно если вот вам здесь показывают что есть например некая первая волна у нас закончилась вторая волна и есть третья волна то вот эта третья волна она и даст вам право поучаствовать в рынке соответственно не ловить там тысячу за вообще забудьте про такие моменты научитесь хотя бы правильно структурированы для себя зарабатывать от 30 процентов от 50 там от 70 и быть этим довольным и научиться быть холодным и расчетливым к рынку не надо пытаться сейчас поймать там тысячу иксов я хочу вот там им коин еще какой-то вы все проиграете вот кто из вас мыслит нам коинами кто из вас мыслит бешенными процентами или еще какие-нибудь там халявными деньгами вы в ловушке у самого себя вы останетесь без денег ребятки это духовные законы которые работают здесь опять же лекции на этой темы не будет но ребят пока вы гонитесь за деньгами они от вас будут убегать если вы хотя бы эту фишку запомните вам уже будет легче мыслить все идем дальше не буду с вами здесь прям сильно так откровенничать я говорю намеки для умных людей у кого будут вопросы зададут в комментариях у нас есть первая волна вторая волна пока предварительно мы так рассчитываем будет некая третья волна до определенных диапазонов потом четверка и закончится пятерка возможно картина будет даже вот такой возможно я не сейчас не буду утверждать я просто говорю что конкретно по данному активу у нас видно соотношение того что актив действительно исторически находится уже относительно своих донных значениях у ему уже ниже падать это просто стыдно ну и соответственно потенциал к росту есть большой что это за актив там маск не маска илон маск вообще все равно по техническому анализу структуру он показывает очень красивую соответственно что-то из этого получится может но а время это только покажет поэтому тут уж сами смотрите думайте размышляйте если вы на только фанатской своей теме хотите выехать за счет актива потому что вы фанат данного актива вы тоже проиграете не привязывайтесь не влюбляйтесь актив смотрите все через структуру потому что особенно те кто закончили курсы вы должны быть вообще в принципе специалистом потому что те кто идут вообще на тех анализ ребят я уже не уговариваю никого пойти на курс мне достаточно тех людей кто пришли я не уговариваю те люди которые уже получили знания я хочу также для них сказать вы когда смотрите на рынок у вас уже должен образоваться холодный ум холодный расчет те кто люди пошли за знаниями и платят за знания они очень правильно очень сильно очень серьезно относятся к своим деньгам они в первую очередь не хотят терять эти деньги они хотят научиться их не терять это первое что нужно вообще понимать из каждого курса по техническому анализу вообще в принципе по торговле первое что нужно научиться делать на рынке это научиться не терять деньги то есть пойти учиться чтобы научиться не терять деньги как бы это не звучало странно то есть пойти учиться чтобы научиться не терять деньги вот эту мысль тоже для себя прям ручкой запишите для те кто умные меня смотрят ребят пожалуйста я знаю что такие люди есть я вам вообще очень сильно респектую пойти на курсы неважно не на мои в любые курсы то есть пойти сначала учиться научиться не тратить не терять деньги уже потом вырабатывая в своем характере расчетливость вырабатывая хладнокровие еще какие-то моменты вот тогда переходить к моментам заработка и учиться зарабатывать маленькими кусочками маленькими этапами системными кусками и уже потом выходить на другие другие уровни все те кто мыслят еще монетами мемскими мемы пеппи вот это всякой широты шлак ребята вам могу пожелать удачи все кто бегает за денежкой все также все потеряют поэтому если у вас еще нету для себя моментов и вы жалеете деньги на курсы опять же ребят не заставлю не приходите ко мне на курс это я вам специально говорю просто если вы где-то у кого-то и у вас стоит выбор купить книгу сейчас вот вы идете по улице или допустим там магазин и вы хотите купить книгу и вас стоит выбор там потратить там тысячу или две или три тысячи рублей на книгу по техническому анализу и вы вот не знаете что сделать вы не готовы к рынку вот если вы готовы купить эту книгу там 5000 рублей на него потратить сесть и начать ее читать изучать вы уже находитесь в правильной позиции того что вы учитесь не терять свои деньги я бы вам конечно лекцию подольше бы прочитал но думаю этого хватит мысль уловили давайте мы сегодня все-таки по тех анализу будем смотреть наши графики но я думаю вы поняли если вы не готовы вкладывать в себя соответственно вы будете терять так смотрите у нас осталось два актива это эфир bitcoin с какого начнем с какого начнем с какого начнем давайте начнем с эфира биткоином мы закончим так 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 смотрим структура сохраняется структура классная, ее начали видеть, эту структуру уже многие, коллег по цеху всегда смотрю, я их замечаю, за ними наблюдаю, и ребят, все происходит именно в такой интерпретации, что все стали присматриваться именно к данной области, не к моим графикам, а к данной, к данному сценарию, что именно вот такая структура сейчас идет по эфиру, что именно вот так выглядит, и наконец-то люди начали видеть вот эти все зоны, и даже начали видеть диапазон там 1950, и даже стали говорить, что там еще ниже есть, но нет, ребят, мы сейчас с вами остановимся на том простом правиле, что у нас на самом деле пока самый нижний диапазон это 2040, но мы вам указываем те области, на которые стоит обратить внимание, не те миллиметры, на которые прям стоит зацикливаться, если актив уйдет ниже, там даже 1950 есть, но нет, ребят, давайте не будем на это смотреть, 2110, 2225 это та область, при которой это финальный, так скажем, закол, эти заколы уже были, я даже так могу продлить, два раза даже были очень хорошо, два раза было, третий раз зайдем, тоже будет очень хорошо, детально давайте разбирать, я перехожу на пятичасовик, и мы вот с вами будем разбирать, ничего не произошло с прошлой недели, просто кто-то пытается что-то для себя найти, для меня важен диапазон пробития вот этой вот всей области, вот эта область для меня лично, это просто так, мне важно, для меня, вот пробьем эту область, пойдем выше, не пробьем, не пойдем выше, поэтому сейчас мы находимся в нисходящем своем канале, даже если возьму некие линии и проведу их, например, отсюда, вот сюда, таким образом проведу, возьму следующую линию, пока проведу, именно так, как сейчас это все начали наконец-таки видеть, то, что мы уже говорили давно, иногда хочется просто сказать, чтобы люди просто понимали, что не происходит каких-то супер резких сверхъестественных вещей, они все заранее видны, если смотреть на график аккуратно и можно предвидеть и видеть, что куда и как пойдет рынок. Вот теперь смотрите, у нас появляется некий треугольник, допустим, мы предполагаем, что цена у нас зажата в треугольник, мы берем один из инструментов и вот мы предполагаем, что у нас есть некий якобы треугольник и цена у нас в треугольнике не может определяться, куда мы идем вниз или вверх, у нас сужается поиск и после чего будет прострел, куда будет прострел, вниз или вверх, после этого прострела ищем фракталы, ищем определенный пул свечей, после которых начинаем продолжаем анализировать, как дальше может пойти рынок. Пока это все я вам рассказываю, мы с вами смотрим глобально, где мы находимся. Мы находились в волне 3, вот она здесь закончилась, мы находимся сейчас в четверке и потом у нас будет пятая волна. Кто-то спросит, а докуда может быть пятерка, а по времени, а как и что, я могу вам даже так сказать, пятерка, четверка может быть очень, она может еще долго идти, может долго идти, вплоть там вот эти два месяца еще она может идти, это не суть важно. Для вас важно иметь такой потенциал, не когда что и как произойдет, когда и как это вообще просто вверх, высшая степень пилотажа. Для вас важно понять, какой потенциал, куда и как. Когда актив уже был 2 200, 2 300, вот здесь мы о нем говорили, и я вам уже тогда также, ребят, не хочу открываться в прошлое и говорить, что я же вам говорил, я так это не люблю. Но вот в этой области мы действительно с вами в какой-то из понедельников разговаривали, что с данной области потенциал роста у нас все равно будет смотреть в данную область, к черной линии мы будем стремиться, и это будет лишь базовая причина вернуться туда. На самом деле эти зоны есть выше, вот вы видите 4 500, 4 800, это только то, что может быть в рамках технического анализа данного цикла именно вот этой завершающей пятой волны. Вот мы получается поднимемся на 77%, потом поднимаемся 95% и 108%, то есть в той области, где мы с вами говорили, 100% еще актив дать может. Теперь у нас есть соответственно падение, мы можем еще раз сюда упасть, поэтому потом не спрашивайте и не говорите, вы потом я могу вам каждым понедельничным роликом этим тыкать и говорить, что мы об этом разговаривали и говорили. С данной области середины значения, если актив еще раз все-таки дадут туда опустить, ребят, до уровня 92% 1, 2, 111 и потом еще выше 125%, то есть у вас будет шанс еще сделать 1x, понимаете? То есть сейчас это тоже информация для умных и решительных людей. Вот эта область в принципе, где мы стоим сейчас, она вся говорит о том, что мы когда-то пойдем туда наверх и вот эту всю часть можно будет естественно забрать. Для тех, кто закупался вот здесь, для них конечно это будет неприятно. Но мы здесь опять не про финансы, не будем говорить кому что где как заходить, но вот эта область нижняя, завершающая модель четвертой волны очень хорошо видна и пойдем выше. Если кто-то из вас или вы найдете каких-то коллег по цеху, кто вам сейчас скажет, ребят, что мы по эфиру мы можем упасть на 1500, на 1300, на 900, я вам рекомендацию, если хотите могу дать, вы можете не смотреть таких ребят. Объясню, структуры в их словах нету, я могу сейчас также заявить, сказать, что эфир будет стоить ноль, на этом хайпануться, разрекламироваться, сделать себе великий маркетинг и стать великим блогером. Просто заявить, что эфир будет ноль и найти кучу-кучу обоснований, почему это быть может и сыграть на этом, как на маркетингом, маркетинговом инструменте. Но это делать не надо, это наша задача не пиар и хайп. Моя задача, если здесь будет 10 человек, которые будут смотреть и понимать мысль, и понимать структуру, и то, как я вижу всю эту картину, для меня это уже будет высшая степень того, что не зря я делаю и что кто-то усваивает материал. Не надо хайповать на этом, не надо делать из этого какое-то супер-шоу, говорить, что все, эфир будет стоить ноль и так далее и тому подобное. Здесь есть структура, к которой стоит присматриваться, и она классическая, и она классная, и все здесь смотрится очень даже аккуратно, и не стоит к этому относиться как-то гадательно, или еще что-то. Давайте теперь я вам так скажу. Если вдруг кто-то, кого вы смотрите, вам скажет, что эфир будет по полторы тысячи, как я к этому буду относиться, как я к этому могу прийти, и что меня может поставить под сомнение моих расчетов, и где я буду наблюдать и исправлять свои ошибки. Теперь давайте разбираться детально. Если вот этот диапазон 2275-2345 мы будем пробивать ниже, я буду на стрёме, я буду сказать, что-то происходит. Потом мы опустимся в диапазон между 2110-2225, и здесь мы будем ходить, я буду тоже напрягаться, я буду думать, если все расчеты верны, это финальная стадия падения. И вот если после моей красной диапазона мы будем падать куда-то ниже, да, это будет просто неизвестность, это будет просто пушка. Это мы будем просто падать в никуда, в тартары, после вот этих всех действий, моих действий на рынке больше не будет. Объясню. Это означает, что если в данной области кто-то из вас зашел, и актив пошел ниже, и у вас больше не на что заходить, вот эту часть, которая здесь будет страшная, ну если она будет, естественно, это мы сейчас предполагаем, вы ничего не делаете, потому что все ваши действия в идеале должны завершиться до данной области. До данной области вы свои действия завершили, все, забыли, что бы там ни происходило, какие там тартары не происходили, ваша задача переждать, подождать и дождаться вот этих ценовых значений. Все. Поэтому не пугайтесь и меня не пугает то, что если даже кто-то скажет, что эфир будет ноль, и он пойдет туда на ноль, действия, сделанные в данной области, в данном цикле, для меня дают определение, что я по своим расчетам здесь все сделал. Все, что ушло туда, либо это для кого-то бонусы и скидки, либо просто печаль, беда, которую нужно переждать, а потом отправляемся выше, дальше и больше. Вот и все. Простая логика, простая математика, самое главное не поддаваться никакой панике. А может быть мы давайте сделаем с вами действительно пиар. У нас же уже заняли политику, что первый актив, криптоактив будет стоить уже копейки. Может мы тоже сделаем для себя. Мы займем второе место и скажем, что ребята эфир будет стоить, но не ноль, давайте возьмем минус сто или сделаем эфир по доллару. Хайпанем на этом, раскрутим канал с вами. Хотите, такой пиар сделаем? Очень легко сделать пиар, но неинтересно, честно говоря, этим заниматься. В общем, у нас есть первая волна, ребят, которая действительно здесь структурно видна. Есть вторая волна, есть третья, есть четвертая и должна быть пятая. Четвертая может многих обмануть и по времени и прочее, но пятая имеет уже свою цель. Как бы с активом что ни происходило, структура сейчас уже показывает, что мы идем сюда. Поэтому и от недели к неделе, как мы будем смотреть, если к следующей неделе мы придем вот к этой области, мы с вами будем рассматривать и будем анализировать и прогнозировать, а может мы еще область какую-то увидим, понимаете? Мы сейчас перейдем к биткоину и вот когда про биткоин буду говорить, вы увидите потенциал, да, снижения, как в прошлый раз я говорил, там вплоть до 38 биткоин упасть должен и у многих будет вопрос, но если биткоин будет падать до 38, то и эфир будет падать до 1200, до 1000. Вот такая же у многих логика. То есть никто не думает, что наоборот будут с биткоина переливаться активы в эфир и эфир наконец-таки стрельнет до 4, а биткоин в этот момент просядет, потому что активы должны перелиться. Они не просто так в небо куда-то ушли и все. То есть произойдет некий перелив, наконец-таки эфир выстрелит отработав свой диапазон, биток в этот момент упадет. Понимаете? Потом эфир будет уходить в свою коррекционную зону и вот тогда альты будут просыпаться. Информация для умных, кто услышал, тот молодец. Все, дальше смотрим. По эфиру все, если есть какие-то комментарии, пожалуйста, я их читаю. Смотрим биткоин и на сегодня мы с вами закругляемся. Кстати в комментарии можете написать, если вам комфортно не видеть меня на экране, мне тоже комфортно не видеть вас перед экраном. Нет, шучу. Это просто для того, что мне иногда комфортней в такой области, потому что когда в студии много света, немножко зрение и так напрягается. Так, в общем здесь по биткоину у нас есть первая волна, есть вторая волна, третья волна, четвертая волна. А вот теперь давайте поговорим. Четвертая волна и все диапазоны, которые у нас имеются, вы видите на экране. Диапазон 57, 520, 59, 285, 49, 60, 50, 410, 41, 545, 45, 565. Зона красная, зона добычи, себестоимости майнинга на данный момент. Я это уже говорил. Далее. У нас есть некая красная линия, куда актив прийти должен. И может. А может и не может. Давайте хотя бы к этому так относиться. Сделаю замер, не буду говорить почему и как и для чего. Делаю это для себя, чтобы быстро посмотреть диапазоны, докуда все это дело может еще раз скорректироваться. Вот таким вот образом. Так это у нас получается. Да. Пока все-таки, пока все-таки не ниже 41, 45. Вот эта область у нас на горизонте видна. Поэтому давайте посчитаем. Сейчас мы находимся на 63 и бахнемся на 43, например. Вы понимаете, какое это будет падение? Какой, возможно, это будет перелив? Или какой кратковременный альтсезон для кого-то? Но этот диапазон быть может. И это не страшно. Поэтому все, что мы с вами в прошлый раз говорили, все так же сохраняется. Все эти области, они так же видны. Мы находимся до сих пор в нисходящем туннеле. Смотрю коллег по цеху. Так же стали рисовать. Только у многих, знаете, нарисованы только горизонтальные линии. Они до сих пор видят в горизонте. Но для них это легче. Каждый видит по-своему. Тут нету прям каких-то жестких, серьезных правил. Каждый видит рынок так, как он его видит. У нас нисходящее движение. Мы находимся до сих пор в нем. Давайте теперь более детально рассматривать, что у нас происходит на рынке. Это у нас был август. Это мы падали сентябрь. Мы здесь выросли. Но не перебили вот этот хай. Вот это мне было бы интересно перебить вот этот хай. То есть, если я по тем монетам рисовал, где лучше всего, куда и как нам пробить, я бы здесь вот этот момент смотрел. То есть, когда мы подойдем к вот этой нисходящей линии. Линии поддержки сопротивления. Я нарисую подсказку также для умных. Вот эту вот линию рисую. И вот как в этой области мы к ней подойдем, внутри вот этого зеленого коридора, где мы будем ее касаться, вот там и надо смотреть, перебиваем ли мы пик или нет. Потому что если мы вот здесь где-то подойдем к ней, например, ко второму ноября или в октябре, подойдем и потом будем опять отталкиваться ниже, это просто еще раз будет подтверждение, что мы находимся в нисходящем туннеле. Я думаю, это понятно. Уже объяснял. Далее, что у нас здесь есть на данный момент? У нас есть фрактал, еще очередной фрактал. Теперь, чтобы у нас был очередной фрактал, который нам покажет разворот, здесь не хватает еще несколько свечей, еще несколько дней. Нужно посмотреть, что здесь будет происходить. Если сейчас свеча бахнется ниже, вот это будет ошибочное явление в плане фракталов. И, соответственно, вот этому диапазону стоит присматриваться. Сейчас, так как я уже вижу, что у нас до сих пор происходит нисходящее движение на рынке, соответственно, по большей части я могу вам лишь только сказать, что мы находимся и будем идти еще ниже. Если кто-то скажет, Александр, а когда же ты скажешь, что мы пойдем наверх? Только при пробое каждого из этих диапазонов. Если мы с вами сейчас понимаем, что вот эта черная линия, которая актив должен вернуться исторически в рамках технического анализа, завершения локального этапа пятой волны, вот она у нас здесь, я волновую теорию эллю-то подключаю, она будет для нас пока специально равняться уровню даже ниже третьей. Я специально это возьму, пусть это будет 74 тысячи долларов. Вот этот уровень, вот эта черная линия, чем ниже мы находимся от черной линии, здесь я вас буду учить мыслить от обратного. Чем ниже мы будем находиться от этой линии, тем больше ваш шанс заработать. Сейчас ваш шанс составляет 15%, но это если мы берем падение, то есть с данного уровня, где мы находимся сейчас, проверяем выше этого 18%, то есть допустим с данной области этого уровня гарантированно заработать в биткоине 15%. Соответственно падение там может быть еще ниже, поэтому когда происходит на рынке вот такое нисходящее движение, когда мы находимся в определенной волне, которая может быть очень неприятной для многих людей, здесь либо переждать, либо не паниковать, либо просто терпеть, потому что потенциал снижения конкретно по биткоину сохраняется в 41-45. Сохраняется этот сценарий. Да, он нарисован красным, но он на горизонте виден. В ближайшей области для вас 57-59. Если от 57-59 мы оттолкнемся и будем уходить выше, все классно, значит мы определенный сценарий отработали, актив уходит выше, куда выше, там вплоть до 100. Все, биткоин по 100. Давайте мы сделаем свой новый хайп, мы не будем говорить, что данный актив будет стоить там вплоть до нуля, мы будем говорить о том, что он будет стоить 100. Все, рынок разделился на два лагеря, кто топит за то, кто топит за то. Вот и весь маркетинг. Давайте дальше смотреть. Мы находимся в нисходящем движении, мы понимаем с вами, что должно произойти, чтобы пробивать все эти диапазоны. Пока эти диапазоны не пробиты, мы с вами смотрим на те уровни, которые вы видите перед собой на экране. В данном случае есть потенциал держать свое ухо востро, или глаз на макушке, как правильно сказать, 51, 57, 520, 59, 285. С данной области будем смотреть, побеждаем ли мы с вами вот этот пик очередной раз. Или вот это был пик, мы его не победим, здесь будет на развилке у нас, вот здесь уже приблизительно будет дополнительная развилка, где нас будут путать. И после этого, если актив будет уходить ниже, он сразу пойдет на 49-50. Сразу просто будет валиться вот сюда. Я думаю это понятно. Поэтому, ребята, нисходящее движение продолжается. Не забывайте, октябрь у нас впереди, ноябрь впереди, я бы подождал еще. Ну вот октябрь был бы тоже интересно посмотреть, да и ноябрь, честно говоря, что тут уже говорить. Вот эти два месяца, они могут такой сюрприз сделать, вы просто не представляете. Поэтому лучше всего ждать. И кстати, это даже из-за выборов. Вот кто скажет, да, там выборы могут, да, конечно, и новости подгонят, и все, что надо подгонить. Поэтому проще всего подождать. По эфиру картина красивая, там хотя бы видно уже все эти диапазоны. По биткоину этот диапазон также виден, 74 это тот диапазон, куда актив вернется. По-любому, вот хоть что вы говорите, он туда вернется. Я по техническому анализу нацелен на то, что актив туда, биткоин вернется. Это не просто какая-то моя слепая вера. Это именно структурное хождение актива, которое должно показать то, что структура должна закончиться именно вот там. Это не моя слепая вера, ребята, это технический анализ. А вот где у нас закончится четверочка, вот это уже будет намного, намного интереснее. И вот эта четверочка, она сейчас будет всех путать. Она может сказать, что а я-то вот здесь закончилась. Вы просто не видите новых расчетов, ребятки. Я вот здесь закончилась. Технический анализ нам говорит, что ты не можешь здесь закончиться. У тебя еще есть подоплека. И эта подоплека может быть как в данной области, так и в данной области. Поэтому сейчас говорит о том, что четверка закончилась вот здесь. Мы можем по техническому анализу, потому что он уровень определенный, соблюдает определенный уровень коррекции. Но если мы смотрим, чтобы вот здесь была тоже своя определенная структура, из определенных волн, мы должны либо сюда наступить, либо вот сюда наступить. Еще раз, полноценно, красиво. Если мы это сделаем, будет хорошо. Возможно, мы даже в середине значения этой области придем, в район 43-694. Вот где-то в эту область, или может даже чуть-чуть ниже, 43-500. Вот в эту область придем, и после этого мы скажем, все, четверочка-то у нас закончилась. Из данной области четверочки, мы прямо берем замеры, 43-500 возьмем, до гарантированного уровня будет 70%. Поэтому пока здесь вот так вот рынок кисловяло ведут в наклоне нижнем, мы понимаем, что мы пока падаем. А пока мы падаем, соответственно, что питать иллюзии на рост нельзя, потому что рост надо смотреть на перебиве хаев определенных. Здесь у нас только понижающиеся пики, понижающиеся пики. Услышьте меня, понижающиеся. Если бы вот этот пик уже был вот здесь, я бы вам сказал, ребят, либо мы в неправильной коррекции, либо нас очень жестко обманывают. А здесь очень красиво. Пик, 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 пик. И он все ниже, 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 ниже. Снизу пытаются запутать, сказать, что вот она, четверочка закончилась вот здесь. Пытаются это сделать, но у них пока что это не получается. Поэтому вот эту четверочку я передвину не вот в эту область, а чтобы вы просто понимали, докуда актив может идти. На 43 500 я поставлю эту точку вот здесь. И пусть она стоит. И вот когда актив придет, у нас есть еще время на это дело. Вот туда он придет, а вот потом уже поговорим, куда же должна пойти пятерочка. И будем в будущем уже с вами разговаривать, а пятерочка ли вот это, и здесь ли, а может быть сразу на 100. Все, об этом будем тоже говорить. Поэтому каждую неделю, когда мы смотрим, мы с вами эти все вещи видим, анализируем, и поверьте, за неделю ничего такого не произойдет, что нам скажут о том, что мы что-то упустили. И не забывайте, по биткоину объемчики падают. Кисло ведет себя рынок, сейчас неаккуратно, неправильно. Даже если сейчас я закончу писать ролик, и актив просто бешено выстрелит вот сюда, и кто-то скажет, Саня, ты был неправ. Мне будет абсолютно, во-первых, все равно, потому что я вам рассказал, на какие промежутки нужно действовать, когда смотреть фракталы, кто проходил курсы, знает, из скольких свечей состоят фракталы, как это все надо мыслить, видеть. Поэтому не страшно, даже если я сейчас нажму кнопочку стоп, а у нас актив стрельнет на 69, или он сразу раз стрельнет на 74. Понимаете? Все можно будет потом посмотреть, и сказать. Но, ребят, мы с вами взрослые люди, понимаем, что все структурно, без всяких абы, если и что, все будет идти правильно, аккуратно, технически, по техническому анализу. В принципе, на сегодня все, ребят, я был рад с вами поделиться сегодняшней информацией. Если ролик вам зашел, если вот даже такой скринкаст вам нравится, без моего присутствия, мне иногда хотелось бы, да, побыть без камеры, отдохнуть чуть-чуть, поэтому лайк, подписка, колокольчик, ваша обратная связь, делитесь своим мнением в комментариях, распространяйте ролик по социальным сетям, это в знак благодарности того, что мы делаем для вас абсолютно бесплатно, поэтому, ребят, если вам все нравится, вас все устраивает, пожалуйста, напишите хороший, полноценный комментарий, и не забудьте указать монетку, которую вы хотите, чтобы мы для вас рассмотрели в следующем видео. В принципе, ребят, на сегодня все, как я это люблю уже говорить, с вами был Александр, и мы увидимся с вами в следующем ролике. Всем удачи, спасибо, и пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова